Привет всем, я Евгений Матвеев и это Мастерская Питстоп. Как обещал, решил наконец-то ленивым пятничным вечером запилить видосик о том, как же все-таки обустроить свою мастерскую и с чего нужно начать в первую очередь, если уж вы решили ее обустроить. Первое, с чего, по моему мнению, должна начинаться любая мастерская, это, конечно же, печеньки. Ладно, я шучу. Первое, конечно же, что должно быть в мастерской, это порядок. Это сто процентов вам говорю, потому что беспорядка в нашем деле никуда. И я вам скажу честно, что даже самая тесная мастерская какая-нибудь там 2 на 3 метра может выглядеть абсолютно опрятно, уютно и технически так вот продвинутой. Даже если она достаточно бедненько оборудована и все такое. В общем, если у вас есть помещение, если вы собираетесь обустраивать мастерскую, то первое, что у вас должно быть, это нормальное освещение и нормальный верстак. Не из каких-нибудь там палок и фекалий, а нормальный железный верстак. И желательно, даже если у вас там что-то очень грязное происходит часто, то пускай он даже будет и железом накрыт. В моем случае он накрыт деревом, частично железом. Ну, это тут обусловлена специфика работы. Насчет света, если я уже с него начал, я использую обычные лампы дневного света, дроссельные. Многие очень сильно критикуют, что, мол, купи себе там вот эти вот на микросхемах, они работают тихо, а еще лучше купи светодиодное оборудование. Я вам так скажу, я не откажусь от дроссельных ламп дневного света по, скажем так, одной главной причине. И эта причина их неубиваемость. Очень часто так получается, что если вы покупаете лампы дневного света на микросхемах, там, повышающих, я не знаю, как это все грамотно называется, но, в общем, не дроссельная, а там, где стоит маленькая схемка с повышающим трансформатором, они очень часто вылетают, если у вас там какие-то постоянные скачки в напряжении, если на вашей линии кто-то варит, если у вас там какая-нибудь там постоянно сейсмическая активность, блин, или часто очень бывают грозы. Все это дело вылетает вот так, вот, вот. С этими лампами никогда ничего не происходит, кроме того, что, собственно говоря, сами лампы сгорают и летят стартера. Дроссель вывести из строя практически нереально, потому что он сделан, блин, из металла, и если они там какие-нибудь, я вот не помню, кто-то говорил, или болгарские, или белорусские, у меня здесь лампы над головой, то это вообще отличная вещь. Светодиодная техника. Светодиоды, это, конечно, все очень хорошо, круто, светит ярко, любым цветовым спектром там в кельвинах, любая цветовая температура, холодный белый, нейтральный белый, теплый белый, кому как больше нравится. Но, опять же, я видел случай, когда рядом с мастерской ударила молния, причем, ну, как сказать, рядом, метра где-то так в 150. И там эта мастерская освещалась экономками лампами, дроссельными лампами и светодиодными лампами, светодиодными лентами. В общем, я вам скажу так, что вся светодиодная техника, все, что освещалось светодиодами, все до единого светодиоды вылетели как один. То есть ни одной лампы не осталось после попадания молнии рядом живой. Все это сгорело к чертям собачьим. Все дроссели, остались на месте, как работали, так и работали. Единственный минус таких ламп, это их слабая защищенность. И, в общем, когда вы работаете, там, какой-нибудь, ну, болгаркой, там, или сваркой, и, в общем, есть риск, ну, скажем так, вылетания искры крупного абразива, то может случиться приблизительно вот такое вот. Со светом, надеюсь, разобрались. Теперь перейдем к тому, каким должен быть верстак. Очень много споров ходит о том, какая у него должна быть высота и широта с глуботой и все остальное. Все, опять же, здесь строго привязано к вашей полезной площади. Если мастерская маленькая, то и верстаку быть тоже маленьким. Мой верстак глубиной метр, но я вам скажу честно, что достаточно, если у вас не будет полок, если они вам не нужны, если вам достаточно, допустим, вот такой вот стенки, там, с инструментами, то вам достаточно делать верстак ширины такой, чтобы вы, вот стоя рядом с верстаком и упираясь тазом к нему, доставали до стены средним пальцем руки. Вот это идеальная ширина, то есть, вернее, глубина верстака. То есть, если у вас что-то висит на стене, чтобы вы не переклонялись через него и не тянулись к нему, а просто протянули руку и взяли это. В моем случае здесь немножко сделаны коррективы, поскольку у меня стоят полки и, в общем, все это пространство занято. То есть, мое полезное пространство здесь 70 сантиметров, ну, скажем так, 80, если немножко заехать под полку. То есть, это все, опять же, обусловлено спецификой обустройства. Что касается высоты верстака. Высота верстака должна равняться половине вашего роста плюс 10 сантиметров. Опять же, все это дело по вкусу. Допустим, у меня рост 185 сантиметров, пускай будет 190. Делим пополам, получаем 95 сантиметров. В моем случае как раз-таки 95 сантиметров здесь и есть. И если выше, то уже надо вот так работать, особенно в случае, если у вас, допустим, стоит какой-нибудь мотор или все что угодно, потому что мастерские бывают разные, не только по ремонту мотор или автотехники. Опять же, если верстак будет слишком высокий, то когда вы установите тиски и в них что-то зажмете, то вам опять будет высоко работать. То есть, если вам надо будет что-то зажать и, к примеру, взять ту же болгарку и что-то ею пилить, вот в моем случае я беру и совершенно спокойно могу работать. То есть, мне не нужно вставать на носки. Если бы он был выше хотя бы на 5 сантиметров, это было бы уже неудобно. Опять же, слишком крупногабаритные вещи обрабатывать той же болгаркой или дрелью на этих тисках уже неудобно. На вот этих тисках достаточно удобно, потому что они сами по себе намного ниже. Здесь можно как раз-таки выполнять какие-либо работы, там, более мелкие, не требующие сильной фиксации деталей. То есть, на этих можно что-то гнуть, греть. На этих уже гнуть не удастся, потому что они прикручены к уголку здесь всего лишь. И если сильно захотеть, то можно все это дело даже согнуть. Еще один немаловажный момент относительно верстака. По возможности, он обязательно должен быть закреплен к стене и к полу. То есть, у вас не должно случиться такого, что вы что-нибудь потянули и ваш верстак поехал вместе с вами в ту же сторону, в которую вы потянули деталь, зажатую в тиски. Для того, чтобы этого не случилось, у вас все вот это должно быть закреплено в пол и в стену. То есть, у вас, как правило, должен быть расчет даже на силовые какие-то работы. Если вам нужно что-то зажать и согнуть, у вас верстак должен стоять как вкопанный, потому что вам нужно согнуть деталь, а не верстак. Идеальная полка под верстаком для того, чтобы организовать какое-нибудь пространство и, опять же, занять его максимально эффективно, это в среднем около 30 сантиметров. 25-30 сантиметров в зависимости от того, что вы будете туда ставить. Вам нужно в первую очередь тщательно посидеть и обмозговать то, что вы будете хранить под столом. Если это что-то мелкое и низкое, то, разумеется, и полка должна быть тоже недостаточно высокой, чтобы у вас над той вещью, которую вы поставили, оставалось минимум свободного пространства, чтобы все ваше свободное пространство было максимально продуктивно занято. Поэтому, когда и если вы будете проектировать полки, всегда тщательно продумайте, что на них будет лежать. Если на них будет лежать какой-нибудь органайзер высотой 6 сантиметров или 7 сантиметров, то вам и полку надо делать максимум 7 сантиметров или 8 с зазором в палец, чтобы у вас все это дело впритык заходило и без ущерба для здоровья и ваших нервов там умещалось, и это все можно было легко достать. Нет смысла делать полку высотой 50 сантиметров и ставить на нее какой-нибудь органайзер высотой 20 сантиметров. Получится, что над ним паразитного пространства останется 30 сантиметров, а это все полезное пространство, которое можно занять. Поэтому, если у вас, допустим, стоят там какие-нибудь баночки, то делайте что-то среднее по высоте. Я, допустим, рекомендую всем, у кого, допустим, нет органайзеров, а есть куча-куча-куча всего, делать полки следующего характера. Первая полка от верстака высотой 40 сантиметров или 35, и дальнейшие идут 25-35-25-35. То есть, таким образом, вы максимально продуктивно расположите все ваши необходимые для работы вещи, таким образом, чтобы они все были в доступе и чтобы они все занимали максимум полезного пространства, чтобы у вас не оставалось пустот. Когда-то давным-давно один из подписчиков сказал, что все мое рабочее пространство организовано по системе 5С. Я, честно признаться, уже и не помню, как все эти 5С расшифровываются, но это типа систематизация, сортировка и еще каких-то 3С. В общем, как выяснилось, что я уже на тот момент жил 5 лет по этой системе, но не знал о ее существовании. Все это было как-то образовано интуитивно. Поэтому следующим самым необходимым критерием для успешной организации рабочего пространства, я считаю, именно систематизацию всего, чего только можно. Все болты, шайбы, проставки, гайки, шурупы, все у вас должно быть рассортировано максимально эффективно и все лежать должно быть на своих местах. У каждой вещи в вашей мастерской должно быть свое место. И я считаю, все вот эти вот рассказы по поводу того, что я идеально нахожу быстро любую вещь в своем бардаке, я считаю, это все бред сивой кобылы. Это не система. Если вы собираетесь все делать максимально быстро и эффективно, у каждой вещи должно быть свое место. И вы в любой момент времени должны, подумав о том, что она вам нужна, просто протянуть в руку в нужное место и взять то, что вам надо, а не искать это, не тратить время. Я вам скажу так, что новообустройство данной мастерской ушло, наверное, больше трех месяцев. Это день в день я только все раскладывал, сортировал и думал, где что должно лежать. Но впоследствии это все мне сэкономило просто колоссальное количество свободного времени и опять же нервов, от которых я себя уберег из-за того, что мне не приходилось ничего искать. Я точно знаю, что здесь у меня лежат рожки, что здесь у меня лежат болты, шайбы, проставки, что здесь у меня лежат все болты М8, М6, японский разносорт, саморезы белые, саморезы, допустим, тефлоновые, крупные болты разносорт, что здесь у меня лежат гайки, шурупы, клипсы и прочее, что все здесь на своих местах. И как только вам что-то это понадобилось, вы просто протягиваете руку, берете это, обратно ложите органайзер на место, и вы счастливы. Вам не нужно искать, что где у вас лежит. Что касается маленьких хитростей, я, допустим, ну вот отвертки храню на старых флажках, вот рекламных проспектах, в Киевстар, ЮМС и что-то такое. Но опять же, я уже видел множество раз, когда люди то же самое рабочее пространство организовывали при помощи обычных металлопластиковых труб, или просто пластиковых труб и обычного там какого-то паяльника. Не обязательно этот паяльник даже иметь, достаточно иметь в знакомстве у себя какого-нибудь техника водопроводчика, который вам спаяет элементарно какую-то трубку, в которой вы просверлили целую кучу отверстий и сложили все свои отвертки. Первое, что здесь я вижу плюсом, это то, что вы при наличии, допустим, 14 отверток, имеете 14 отверстий. И как только ваш рабочий день закончился, вы их все складываете на место и смотрите. Если одной не хватает, вы знаете, что ее не хватает. И если вы нормальный человек и здравомыслящий, в общем, допустим, как и я, я всегда попытаюсь найти эту отвертку, чтобы знать наверняка, украли ее или нет. Если не украли, то она должна лежать именно на своем месте. Таким образом вы себя убережете, в первую очередь, от всяких вот зевак, которые заходят в вашу мастерскую и норовят что-нибудь стырить. Когда у вас под каждую вещь есть свое место, вы достаточно вам зайти просто и кинуть взглядом, чего у вас может не лежать на месте. Если это не лежит на месте, оно должно там лежать в конце рабочего дня. И вы будете точно знать, не пропало ли оно из гаража. Следующий важный момент, по моему личному мнению, это красить все, что видите. Это не так уж и много, в общем-то, требует денег на самом деле. Достаточно там купить 2-3 банки элементарной, самой дешевой ПФ-115 краски и покрасить там тот же верстак, те же полки, побелить стены по возможности. И вообще никакую из деталей металлических, которые являются тем же верстаком или полкой, не держать ржавой. В первую очередь, я вам скажу, что лично для вас, когда вы будете заходить в свою мастерскую, у вас все будет побелено и покрашено, это будет радовать ваш глаз и вам будет хотеться сюда приходить и работать. Когда оно все сумбурного, ржавого, коричневого цвета, это давит. Вот я лично на себе убедился, что когда все покрашено, оно и дороже смотрится, и в первую очередь, если вы работаете с клиентом, клиент всегда смотрит, куда он заходит. Если у вас чисто, подметено, если у вас все на своих местах, если у вас все покрашено, если у вас много света, клиент заходит как будто в операционную, а не в гадюшник. Я видел много мастерских, где оборудование на 100-500 денег, но все это выглядит так, как будто это какая-то помойка. В этом плане свою мастерскую я считаю примером для подражания. Также я, допустим, считаю мастерскую команды ретроцикл примером для подражания. Это, кстати, ребята из Питера, которые сейчас занимаются восстановлением ИЖ49, по-моему. Ну, не суть. В общем, если хотите, можете зайти, кстати говоря, на их канал и посмотреть, чем они там занимаются. Они сейчас восстанавливают мотоцикл для того, чтобы потом победителю их конкурса вручить его совершенно бесплатно в городе Петербурге. Хочу сказать, что необязательно иметь целую кучу денег для того, чтобы красиво обустроить свою мастерскую. Ни для кого не секрет, что я давным-давно использую обычные канистры с подгрунтовки. Пяти и десяти литровые. Достаточно их обрезать следующим образом. Если вы смотрите на эту канистру, то ее вот так вот достаточно разрезать, и вы получите две емкости. Глубокую емкость для какого-нибудь разносорта, который у вас будет храниться на полках, и мелкую емкость, допустим, для чистки карбюратора или там еще чего-нибудь. То есть выглядит это все вот таким вот образом. Дешево, сердито и валяется везде. А вы можете применить себе, причем это все будет достаточно нарядненько смотреться, потому что канистры обычно бывают серебристого цвета, розового, желтого, иной раз даже зеленого. И когда вы все это разложите по полкам, это будет смотреться просто вот так. Для того, чтобы хранить различный разносорт, опять же, разносортом его уже не назовешь тогда, когда у вас все это рассортировано. В моем случае когда-то давным-давно я насобирал вот таких вот пластиковых коробок от Блондекса, по-моему, или Блондорана. В общем, у меня были знакомства очень плотные в парикмахерских и там вот эти вот коробки выбрасывали просто пачками. Я их насобирал, каждую из них подписал, и я теперь точно знаю, что у меня где. Что здесь у меня сальники, здесь у меня хомуты металлические, здесь у меня поплавки навесной для карбюратора. Все это подписано. И можно не стесняться, я считаю, там, если кто-то будет заходить и улыбаться с того, что все это подписано. В первую очередь это подписано все для вас. И как только вы повернули свою голову туда, обратили свой взор на все эти надписи, вы точно знаете, что вам нужно. Если вам нужны манжеты, подписывайте, старайтесь два раза. С одной стороны и с другой. То есть тогда, когда у вас будет тара стоять даже вот так, вы точно будете знать, что это манжеты. Как бы эта банка не стояла, вы всегда ее прочитаете. Ну, конечно, если ее только загораживают, там придется немножко порыться. Но суть в том, что когда у вас вся тара одинаковая, это в первую очередь радует ваш глаз. Потому что такая скотина человек, что он любит систематизацию во всем. Не просто так, например, все стараются выбрать себе красивый номер. Там три семерки, там или три шестерки. Это все зашито у нас на подсознательном уровне. Когда все баночки одна в одну одинаковые, однако одинакового цвета и формы, это всегда подсознательно вас, скажем так, заряжает на позитив. И вам не нужно потом в первую очередь искать что-то подолгу, потому что у вас все лежит на своих местах. Ну и последнее слово в сегодняшнем выпуске. Это я хочу все-таки посвятить систематизации. Потому что про сортировку мы уже поговорили, а про систематизацию не совсем. Под систематизацией я подразумеваю, в первую очередь, востребованность тех или иных вещей, которыми вы пользуетесь повседневно. Это как взять, допустим, обычную вашу клавиатуру, перед которой вы сейчас сидите и на них смотрите. Вы что думаете, просто так у вас под левым пальцем указательным буква А в русском алфавите находится? Нет, она находится там именно потому, что эта буква очень часто встречается практически во всех используемых вами словах. Поэтому, если вы используете что-то очень часто, например, шайбы, то они, конечно же, должны лежать у вас на полке ближе всего. То, что у вас используется достаточно редко, допустим, как паста для притирки клапанов, она должна лежать дальше всех, потому что она не нужна каждый день. И не нужно, чтобы она здесь где-нибудь валялась и мешала вам. Если вам нужен сверлельный станок, то ставьте ее поближе. Если он вам нужен редко, ставьте его подальше. Если вам нужен точильный станок, то он должен быть прямо вот под правой рукой. То есть вы здесь поработали, подошли, поточили, опять поработали. Все, что у вас востребовано сию секундно, каждый день и ежечасно, должно быть под правой рукой, если вы правша, и под левой рукой, если вы левша. Не обязательно стол стоять должен, допустим, там с правой стороны двери. Он может стоять и с левой стороны двери. Но ваше рабочее пространство должно быть организовано так, чтобы все необходимые важные инструменты находились у вас на расстоянии вытянутой руки. Если мне нужен мультиметр, он у меня вот. Если мне нужны мячики и плашки, они у меня вот. Если мне нужны болты, они у меня здесь. Если мне нужны удлинители и переходники, они у меня здесь. Я знаю точно, что они здесь, и я даже думать не буду. Я просто рефлекторно протяну руку и буду ими пользоваться. Если мне нужен накидной ключ с трещоткой, он у меня здесь, под правой рукой. Если мне нужен ключ с трещоткой на 17, он у меня опять же под правой рукой. Если мне нужны гайки на 10, они у меня под правой и под левой рукой. Если мне нужны какие-нибудь трубы или квадрат, то я пошел через весь гараж и взял их, потому что это надо очень редко. Только лишь в случае, когда нужно разбить демонстративно лампу дневного света. И напоследок, в вопросе об устройстве мастерской надо обладать всего двумя качествами. Стараться, в первую очередь, почаще наводить порядок, потому что порядок наш и все. И второй момент, это не быть консерватором. Никогда не стесняйтесь что-то менять. Если вас не устраивает, как у вас стоит тот же точильный станок, возьмите, поверните его, передвиньте, поставьте на другое место. Не стесняйтесь пробовать новое. Возможно, это именно то, что вам было нужно, а вы просто не знали, что оно должно стоять именно здесь, именно так. Если вы будете стесняться изменять что-то в своей мастерской, то, скорее всего, это повлечет, наоборот, усложнение ваших трудовых условий. А на сегодня у меня все. Конечно же, еще будут видео по благоустройству в мастерской, но я думаю, что на сегодня и этого достаточно для того, чтобы переварить и сделать свои собственные выводы. А с вами был Евгений Матвеев. Это была мастерская «Питстоп». Подпишитесь, оцените, расскажите друзьям. И всем привет из города Саки.